Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем новости про Габи с паникой Селестии Фернандес, потому что, ну, сколько уже можно? Скандал, конечно, набирает обороты, но, во всяком случае, нам кажется, что он достиг своего пика. И, ну, в общем, будем говорить об этом только тогда, когда произойдёт что-то, ну, супер-пупер необычное. И если, допустим, Селестия Фернандес объявит, что Габи на самом деле инопланетянка или рептилоид, ну, или кушает на завтрак маленьких детей. Ну, что там вообще случилось на этой неделе, точнее, за прошедшие несколько дней? Короче говоря, всплыли старые сплетни о том, что Селестия была очень равнодушна к партнёрше Габи Поновале Сойту Дуэнье Лусеро. И всё время, пока Габи была на съёмочной площадке, её ассистентка, вместо того, чтобы ассистировать своей хозяйке, проводила время в гримерке Лусеро. Что они там уже делали, никто не знает, но, тем не менее, люди говорят, что, в общем, она там всё время сидела. Её оттуда буквально приходилось с собаками вынимать. Была даже версия, что отравление было потому, что Селестия хотела помочь Лусеро избавиться от конкурентки. Дело в том, что очень многие считают, что успех этой новеллы, он был настолько высоким не из-за Лусеро, а именно из-за спаник. Ну, кому как, конечно. Кто-то считает, что Лусеро у нас самое лучшее, кто-то считает, что Габи – это дело такое, дело вкуса. Сама Габи на заявление о сексуальных преследованиях, которые выдвинула Селестия, просто покрутила пальцами виска, сказала, что в сущности ей плевать. Она сейчас в Бразилии, её встречают просто замечательно. Её осаждают фаны, её приглашают на телевидение. Но дело в том, что в Бразилии сейчас как раз идёт Лао Сурпадора, и рейтинги очень хорошие. Вот поэтому спаник, она сейчас купается в лучах славы, и ей вот этот скандальчик местный, мексиканский, ну как, он ей, конечно, нервы трепет, но с другой стороны, в общем-то, как бы и пиар. Ну, как говорится, всякий пиар хорош, кроме некролога. Вот, но она не намерена спускать Селестия все эти гадости, и скоро начнётся процесс по обвинению последней в клевете. А сама Селеста, видимо, понимая, что час славы он как бы пробил, но он может быть очень короток, и понимая, что процесс, в общем-то, будущий ей в копеечку влетит, она пытается всячески попасть на телевидение. Она проходит кастинги в новеллу «Кебонита Амор». Даже поговаривают, что Хуано Сорио после того, как завершит съёмки новеллы с Фернандо Колонго, значит, он решил Селестия пригласить в новую новеллу. Ну, скажем прямо, не очень умный человек после этого. И она ещё пробуется в спектакле «Ван Тюрера», поскольку продюсерша этого спектакля Кармен Саллинос, то, скорее всего, туда она уж точно попадёт. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что скандал, конечно, безобразный, грязный. Спани, конечно, тоже у нас не овца белая, поскольку она в своё время приложила ручки к тому, чтобы испохабить репутацию Мауриюсио Исласу, своему бывшему мужу Льямасу и ещё одному бывшему мужу Мигеле Галеону. Ну, в общем, считайте, что Бумеранг прилетел назад и ударил как раз-таки по голове. Ну, посмотрим, чем дело кончится. В данном конкретном случае мы ставим на Спанник, потому что уж эту девушку проглотить не удастся. А тот, кто попытается, тот поддавится, скорее всего. Новость о Марджори Досоусе и Эдуардо Янисе. Ну, помните, были такие слухи о том, что у Эдуардо роман, роман причём одновременно с Эрикой Буэнфиль и Марджори Досоусе. Ну, про Эрику Буэнфиль сказали, что это чистый пиар для того, чтобы поднять рейтинге теленовеллы, а вот про Марджори, да, то, что это роман на самом деле реальный. И вот они были в Чикаго, где давали автографы публике, и там вот они и рассекретились. Ну, в общем, роман уже длится три месяца. Но что-то нам подсказывает, что ненадолго это всё. Скорее всего, до съёмок, до конца съёмок это всё будет. Ну, что-то нам так кажется. Ну, во-первых, Марджори она девушка непостоянная, а Эдуардо тут недавно как раз давал интервью, где говорил, что вот он как-то вот ветреный такой, весь такой непостоянный, женщинам быстро надоедают. Ну, опять же, у него с выпивкой проблемы, а когда он пьёт, он достаточно агрессивен. Вот, короче говоря, до первой пьянки большой и первого мордобоя. Ну, а дальше уже будем посмотреть. Ну, я так думаю, Эдик уже готовит публику морально к тому, что роман закончится, не начавшись как следует. Пабло Монтеро продолжает радовать нас всё новыми скандалами. Ну, уволили его из новеллок Эбонита Амур за вечное опоздание. А вот Чава Мехия выступил в программе Хой и сказал, что хватит. Типа, натерпелись, баста. А телевизор в ярости, поскольку, ну, извините, ребята, но это же съёмочные часы. Плюс потому, что он опаздывает, нужно же вообще всю команду в тонусе держать. Они же должны быть вечно готовы, когда уж он там соблаговолит явиться на съёмки. Кроме того, он же у нас ещё и пьяница, скажем прямо, да? Посмотрим в глаза суровой правде. Вот, он приходит на площадку, мягко говоря, не комильфо, под шофе, продолжаем наш французский. Вот, ему приходится сценой повторять несколько раз. Ну, что делать? Вот, решили, что хватит. Пусть он как-нибудь там в себя придёт, может, полечится, может, просто отдохнёт, может, переутомился от баб от своих. Вот. Ну, до чего доходит, в общем, вот эта вот любовь к опозданиям. Вот он летел в Венесуэлу на похороны Чавеса. И на рейс он умудрился опоздать, потому что был пьян. А когда ассистент ему начинает намекать на то, что Паблито, типа, цигель, ай-лю-лю, Пабло очень злится. И вот был эпизод, когда он своего ассистента чуть не побил. Ну, в общем, характерец у Пабло портится. И, в общем-то, понятно, что как бы всё это как бы звенья одной цепи. Ну, и вот последняя, так сказать, точечка вот была такая жирная в этом во всём, когда мать его ребёнка, живущая в Порто-Рико, сказала, что он ей не помогает. Дело в том, что, значит, там ребёнок, когда родился, Пабло всячески отрицал, что это его сын. Но когда, значит, вынули фотографии Пабло в три года и этого мальчика, Даниэля, то это было одно лицо. Ну, и Пабло сказал, что да, буду помогать, буду содержать. Но вот сейчас эта женщина высказала, что нет, ни пёсу не дал, скотина, отец-подлец. Ну, вот. А что делать? Всё уходит на пропитьё. Хулио Хосе Иглесиас заявил, что скоро его брат Анрике всем преподнесёт сюрприз в виде младенца. А, видно, Анна Курникова всё-таки родит. И то, что мы уже с вами сообщали, долго и нудно мы говорили, что она беременная, наконец-то всё-таки это вот становится реальностью. Ну, и последняя новость у нас на сегодня – это вялотекущий конфликт между Натио Рейро и Флоренцией Пеньи так и разрешился. Ну, там, на самом деле, никакого конфликта и не было. Как, в общем, выяснилось потом. Значит, что там произошло? Флоренция Пенья – она комическая актриса и ведущая аргентинского телевидения. В общем, дама такая достаточно странная. На наш взгляд. Вот мы тут почитали, посмотрели. Интересная такая женщина. Вот по интернету ходили вот такие вот ролики, которые она выкинула. Типа, полюбуйтесь, какая я классная и сексуальная. Ну, ладно, не в этом дело. Так вот, что там произошло? Значит, это произошло всё на вручении премии Мартин Фьерро в 2009 году. Мартин Фьерро – это премия аргентинская за лучшие работы на телевидении. И в этом году Нати должна была получить премию как лучшая актриса. Она её и получила, собственно, никто не сомневался. И вот, когда она вышла на сцену, из зала что-то выкрикнули такое оскорбительное. Народ говорил, что это Флоренция. Что-то такое выкрикнуло. Типа, какая же ты там лучшая актриса, ты там то-то, то-то, то-то и вот то-то. Ну вот. И якобы Нати обиделась, развернулась и со сцены ушла. Ну вот, оказывается, что ничего этого не было. Да, мы вот сейчас поговорили по телефону, всё выяснили. И Флор ничего не говорила, и Нати ничего не слышала. Представляете, да? Публика вот чего-то видела и слышала, а они убили. Ничего не говорили, ничего не слышали. Ну, вполне может быть. Но, с другой стороны, может, на самом деле, может, не врут. Может быть, сплетни просто вот так вот быстро рождаются. Ну и, с другой стороны, не у всех хватает ума вот так публично их опровергнуть. Молодцы девушки, решили проблемку. Публика в восторге. Журналюги кусают локти. Или чего там они кусают у себя, как правило, когда информацию непроверенно выкладывают. Ну вот, вот такая вот история. На сегодня всё. До следующей недели. Надеемся, что будет много интересного. Скандальчиков каких-нибудь, может быть, подвалит. И мы вам сразу же всё оперативненько сообщим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»